Приветствую вас друзья на своем канале, канале об оригинальных часах. Продолжаю вас знакомить с интересными предметами часового рынка. Этот видео обзор посвящен мужским спортивным часам, производству компании Kustos. Модели с коллекцией Challenge. Но перед тем как перейти непосредственно к обзору данной модели, я хотел бы коснуться немного истории этой марки. Информация, которую я пытался найти в сети интернет, достаточно разрозненная и различается в зависимости от источников, в плане произношения каких-либо деталей. Но постараюсь озвучить именно те данные, сведения, которые прочел я и попытался их предварительно проверить. История возникновения этого бренда связана с двумя талантливыми партнерами. Их общим поиском по созданию нового видения в развитии технологий разработки необычных, нацеленных на будущее, выдающихся часов. И девиз швейцарского бренда Kustos быть на шаг впереди времени. Kustos это не массовый бренд, выверенный коммерческий продукт, а часы, воплощающие характеры и мечты своих создателей. Одного из основателей марки Kustos, сосуну Сермакиса, часовые традиции окружали с детства. Его отец, основатель Фрэнк Мюрлер Ворчланд Групп, вартан Сермакис, построивший в окрестностях Женевы настоящую часовую страну. И наследник Могущественной Империи уже в 17 лет примкнул к отцу и приступил к решению управленческих задач. Он успешно работал в компании, но в 21 год решил уйти из-под опеки стабильного семейного бизнеса. И в 2005 году на свет появляется бренд Kustos. Его имя основатель заимствовал из латинского языка. Kustos в переводе означает страж или же хранитель. Что созвучно с английским названием хронометра таймкипер, то есть хранитель времени. Но я также не поленился, попытался с помощью гугл-переводчика перевести. И у меня действительно получилось в переводе страж. Единственное примечание, что вместо буквы V Виктори в написании используется буква U Юниан. Вскоре Сермакису удалось найти партнера, разделившего представление о современных часах. Им стал Антонио Тераново, депланированный специалист по микротехнике, занимающийся техническими разработками для таких компаний, как Cartier, Peuge и мечтавший в полной мере реализовать свой талант дизайнера часов. Фрилансер, работающий для таких компаний, как Breitling и Zenith, обрел надежную площадку для воплощения своих идей в часовой компании Custos. И тем интереснее для меня будет снимать этот обзор, поскольку, когда я впервые увидел эту модель, она мне напомнила часы из коллекции часовой компании Richard Mille. Обзор подобных часов я делал буквально совсем недавно на своем канале. Единственное отличие и существенное отличие является в том, что часы Richard Mille стоят свыше 170 тысяч долларов. Я буду вам благодарен, если вы посмотрите оба этих видео и в комментариях напишите мне свое мнение относительно того, схожи ли эти модели и что вы думаете относительно их ценообразования, поскольку эти часы раз в 10 дешевле. Также напишите, понравился ли вам дизайн этих моделей, какие вам понравились часы больше и по какой причине. Обзор на... ссылку на обзор с часами Richard Mille я оставлю в описании к данному видео и перейдем непосредственно к нашим часам. Данная серия часов лимитирована. Выпущено ограниченное количество часов данной модели. Этот выпуск ограничен 100 экземплярами. Часы посвящены испанскому мотогонщику Дэнни Педроса. Это неоднократный чемпион, который выиграл титул в чемпионате мира по шоссейным кольцевым мотогонкам MotoGP. Часы имеют сафировое стекло с антибликовым покрытием. Материал корпуса высокотехнологичное углеродное волокно или же карбон с краплениями нано-волокна оранжевого цвета. Корпус в виде бочонка, форма тонна. Имеют размеры 53,7 на 41 мм. Внутри данной модели установлен автоматический калибр. Кустас 577, который обеспечивает запас хода 48 часов для данной модели. Задняя крышка часов прозрачная и позволяет увидеть нам этот механизм. Объемный скелетированный циферблат. На отметке 12 часов располагается счетчик минут хронографа. И счетчик часов на отметке 6 часов. Оба эти циферблата выполнены в виде тормозных дисков. На отметке 3 часов мы видим индикатор запаса хода в виде тахометра и маленькое окошко даты. А на отметке 9 часов помещена раскрашенная вручную фигурка самурая. Это логотип и талисман чемпиона еще с его 13 лет. Доминирующая оранжевая гамма часов и их ремешка из каучука. Это колорит формы гонщика из света его нового мотоцикла. Модели Honda RC213V. Раскладывающаяся застежка. В часах сплошные отсылки к мототематике. Так, ротор выполнен в виде спицы от скоростной машины. Модель 2016 года. Ритейл, цена рекомендуемая производителем для данных часов, составляет примерно 21 тысячу франков. На сегодняшний день для данных часов действует специальное предложение. Актуальную стоимость этих часов вы сможете узнать, обратившись в Бутик Базель, официального представителя компании Кустас в Украине. Контакты этой компании я оставлю также в описании к данному ролику. Если вам понравилась данная модель или мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, рекомендую вам это сделать. Если вы еще не подписаны, обещаю вам продемонстрировать много оригинальных и интересных часов. Благодарю вас за просмотр. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok